У меня было понятие – в Москву вернуться. А сейчас нет этого. И вообще удивительно, насколько просто всё. Потому что эта страна как-то сама поступила со мной так, что ты уже не смотришь на неё как на что-то родное. Это ужасно. Представляете, вот вы живёте, у вас там бабушка, она вас кормит, поет, и вот в один прекрасный день вы приходите, она достаёт топор, начинает крушить стерк, гоняться за вами. И вы убегаете, думаете, всё. И как-то всё забывается, что она пела вам когда-то колыбельные песни. Потому что последнее, что остаётся – это вот этот топор, которым вас чуть не зарубили. Слушайте, но человек за считанные дни слил в унитаз целую страну. Просто взял, уничтожил. Её стёрли с экономической карты мира, со спортивной карты мира. И вдруг… А почему мне должно быть тяжело? Её уже нет. Просто этой страны уже нет, откуда я уезжаю, откуда я уехал. Уже всё, там… Я не представляю, зачем туда возвращаться. Там руины, пепелища, всё, что я… Да, да, конечно, дом не бомбят, его не разбомбили, не уничтожили. Но всё, что было создано, всё, что я любил, оно… Слушайте, но как можно жить в стране на… Если ты едешь по улице на здание театра нацистская свастика? Ну, как так можно? Вот ты просто уже не можешь там жить. Как можно жить в стране, где на Лужниках собирается огромная толпа, и все вот в экстазе орут фактически фашистские приветствия, да? И там жить просто… И это легко отрезается. Знаете, просто вот делать так ножом… Раз отрезал, я вообще удивился, насколько у меня вообще не было ностальгии, что ли. Не было вообще страданий, вообще не было. Уехал…